ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО ОКОНЧАЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ОДИНОЧКУ В АТИМЕ Ну не совсем, конечно, в одиночку всё-таки Но всё же, мы с вами снова в Дерсет, а в прошлый раз мы побывали на Кургане Ненависти И там мы с вами перебыли вот такую сумочку Давайте её исследуем первым делом Мастихин – ключевой предмет, получённое достижение груз вины Найдите сумку, Джереми Предназначен для смешивания масляных красок, но достаточно тонок, чтобы пролезть в дверную щель Возможно, мы сможем клинышки из-под дверей убирать С помощью него Размышления о силе глагола в некоторых текстах – это подсказка, давайте почитаем Хуан Луис Хорхе Действовать само по себе божественно Даже малейшее движение руки – доказательство движения нашей души Но свободная воля так легко подавляется скукой повседневной жизни Действия становятся рутинными и негибкими, несмотря на роскошь и комфорт Истинная божественность в выборе покинуть сцену, на которой играем мы все Люди, открывшие для себя эту свободу неожиданно для себя, будут поражены ужасом такого откровения Станут парализованными или ещё хуже покончат с собой Однако, если вы сможете пережить эту бурю, то обнаружите, что за страхом простирается божественный путь У вас есть шанс разметать рог по кирпичику и создать что-то новое, никем не задуманное, не предопределённое Сложно объяснить такой тип действия, поскольку он выходит за рамки наших повседневных выборов Это не банальность вроде выбора карьеры и даже спутника жизни Уход со сцены, неважно каким образом, это не смена курса Это отказ от истории, которую рассказывает создатель И здесь есть рисунок, великая библиотека, смотрите Справа отмечена Это у нас созвездие, и там отметка стоит Но пока что мы ничего с этим не сделаем Но если найдём что-то связанное с созвездиями Будем иметь в виду, что есть такая подсказка у нас Ключ от гостиной Хорошо Давайте посмотрим Где это у нас что Кстати, в гостевую мы сейчас сможем пройти Здесь у нас как раз клинышек был Где-то ещё был Да, в коридор Угу Гостиная у нас А, гостиная у нас, смотрите Где-то там мы тоже наверх поднимемся На там посмотрим Там где галерея будет Где длинный коридор С комнатами Это ж там, где как раз таки статуи эти жуткие стоят Да-да-да-да Хорошо, с этим мы разберёмся Вначале давайте вот эту вот дверь Мы теперь откроем Уберите дверные подпоры, чтобы попасть в новые комнаты Так, а здесь что-то нужно применить к телескопу Ммм, интересно что Может какой-то фильтр, какую-то линзу что ли Что-то за звуки периодически бывают Как будто начинается и прерывается сразу музыка Заедает пластинка или что Инструкции к линзе Барлоу Линза Барлоу Ой, чтобы удвоить увеличение телескопа Просто вставьте линзу Барлоу в инструмент Потом с помощью регуляторов настроите расстояние между линзами Это делается без труда, глядя в окуляр Найдите положение, при котором изображение будет ясным и плоским При правильной настройке телескоп покажет чёткую картину с великолепным увеличением Понятно, мы найдём линзу, вставим её сюда и возможно то созвездие Которое там мы только что с вами видели Мы должны будем найти Ключ от погреба Погреб это правильно я понимаю, что Нет, стоп А, погреб для продуктов и вин Нам туда надо, да Но через прачечную мы войти не можем Нам нужно, получается, через лестницу для прислуги Собачий ошейник Получу на достижение, не откажусь Соберите комплект презентов Мы собрали полный комплект Пропавшие дети Открывает шкаф с дробовиком Ух ты Что тут у нас? Здесь больше ничего и нету Да, гостевая у нас Полностью излучена Но только Вот здесь ещё осталось Вот это вот Сюда мы придём Это мы запомним Дробовик это, конечно, шикарно, ребята Но проблема в патронах Толку, что у нас будет дробовик Если мы не сможем его Использовать Потому что стрелять будет попросту Нечем Дробовик мы получили Ну и что теперь? Два патрона у нас дробовику и толку Тратить я их точно не собираюсь Ладно, давайте, значит, кудой нам лучше Тогда Сейчас пойти У нас несколько задач Чтобы не запутаться Так, туда мы пройдём Вначале я хотел бы в погреб сходить Потому что Это я больше помню Так, где мы находимся В библиотеке сейчас Мы выходим и вниз Пойдём как раз-таки Туда, куда надо Стоп Что? Подождите, не понял А кто нас запер тут? Странно Что происходит? Почему здесь дверь заперта? Я бы её плечом бы вынес Меня тут просто запирают Я бы её плечом бы выбил бы дверь Что? Ой! Стреляй! Что случилось-то? Что с твоим галстуком? У тебя галстук сломался У тебя Проклятие галстука Он одержим призраками Я понимаю, что мог бы топором их ударить У нас есть топор Но я боюсь его сломать Я не люблю ломать оружие ближнего боя Пускай будет у нас целый Использовать его не будем Зато целый он у нас и будет Зато я буду знать, что он у меня целый есть Мне его жалко ломать Что случилось-то? Почему нас перенесло сюда? Я не понял Тут гробы Что это? Кирка? Нет, пускай топор будет Дайте мне Припасы для дробовика Ух ты, сколько Пять Нет А, ну ладно Выпил случайно Подлечился Ничего Думаю найдем Лечилку Надеюсь Здесь больше ничего Может быть Теперь дверь откроется Что случилось-то? А почему У нас случайно Вот так что-то перемещает? То мы как будто Через какие-то точки Специально переходим А здесь вот просто Вот рандомный переход Почему? Твою дивизию Что сейчас было? Елки-палки Ну ладно Тем не менее Тем не менее Мы вышли Уже хорошо Если бы ты еще ходил Побыстрее Было бы еще лучше Конечно Тут еле-еле ходишь Нет, это на кухню А нам нужно Вот сюда нам нужно Что тут? Раздлительный щиток В общем нет У нас рычажка одного Или что это такое? Предохранитель такой Или что? Выключить электричество Чтобы добраться до Вентиля Ага Я понял Мы сейчас туда не пройдем А вон и вентиль Да А толку тогда Что мы сюда вообще пришли? Стоп А тут что? Что-то я могу взять тут? Забытое распятие Это презенты В серии Тысяча Детей Я чуть не прочитал Тысячи чертей Стоп И тут что-то еще тоже Я не заметил А, так переключатель Вот сможем мы сейчас Это сделать Я чуть было уже не ушел Ой, темновато И жутковато Сработало, да Но стало жутковато Хотя мы сейчас В реальном мире В реальном мире Вроде монстры не появляются Так что пока мы Не перенеслись В другой мир Нам бояться нечего Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Лопата? Мне не нужна лопата Дай мне топор Я не видел Что там думал Сундук открыть Нет, здесь Откуда монстр тут? Я же думал Мы в реальном мире Или мы перенеслись Или мы перенеслись Или мы перенеслись Наверное, мы перенеслись Потому что я не могу даже Дверь попытаться открыть Теперь Черт его знает Ёлки-палка Я уж было Расслабился Думал, мы в реальном мире Бояться нечего Ага, конечно А как мне вентиль Применить-то? А или его сюда Применить? А там, может быть, все-таки Нужно будет решать Головоломку Ладно Это не сейчас Джереми? Джереми, что? Джереми тут? Что ж за твою дивизию? Это что происходит? Это не ладно Где же труп? Разбитая пластина Так, а вот сейчас Мы, видимо, в реальном мире Ну это уже прямо Какой-то Саленд-Хилл происходит Черт его знает Смесь Саленд-Хила Resident Evil Сплошная грязь Больше похоже на гниль Еще нужен один кусок сюда Да, и тогда мы здесь будем решать Головоломку В общем А подождите Об этом же он писал Котел в котельной Тоже куда-то переносит Эта головоломка Мы ее решим И куда-то перенесемся Тоже в еще одно его воспоминание Да, да, да Очень многое в этой игре Нужно запоминать Очень многое держать в голове Чтобы не забыть Вот в самом еще Своем первом дневнике Он писал Котел И так далее Это что Здесь получается Мы больше ничего Сейчас не сделаем Так что Мы уходим В подвале Мы вообще Больше ничего Пока не сделаем Мы идем Наверх И еще раз наверх Дважды наверх Там уже у нас Сможем мы убрать И Клиныш Еще посмотрим Что мы сделаем Здесь ведь не было Клинышка нигде Нет Это просто Запертые двери Вот допустим Здесь мы уберем Клинышек А то мы куда попадем В коридор Который В мезонин Возможно Нас выпустит Давайте сразу же Откроем Детектив Карнби Как мило Что вы пришли Позвольте налить Вам выпить А что здесь Произошло Сюда как будто Бомба упала Добро пожаловать В психушку Детектив Спасибо А тут что Потолок обвалился Говорят на чердаке Слышали какой-то шум Что-то должно было Произойти Но не произошло Что привело К таким последствиям За грани Моего понимания Честно говоря Я понятия не имею Почему комната В таком состоянии Но уверенно Ваш друг Джерми В курсе А вы знаете Где его можно найти Ах Где-нибудь в прошлом Полагаю Но он безумолку Утвердил об этом Своем темном человеке Я думаю Он от него прячется Или сейчас с ним За Джерми Не уследишь Меня вообще Мало что волнует Вы только Оглянитесь Может показаться Что тут царит разруха А я считаю Что это место Наконец-то Пришло в гармонию Теперь оно соответствует Содержимому голов Живущих у психов А то же касается Чуши Которую несет Джерми Мы наконец Приняли собственную Необузданную натуру Что ж Я рад Что у вас Такой гармоничный вечер Надеюсь Вы не против Если я исправлю ситуацию С Джерми Разумеется Этот зал Выше моих возможностей Удачи Детектив С нетерпением Жду следующей Нашей встречи Доброго вечера Мисс Так детектив Только смотри Не перепей Это тебе там налили Тут налили Там выпил Тут выпил Скоро будешь ползать С больной головой Так это обратно В общем Мезонин Это видимо Вот такая вот Просто большая Эм Площадка Это ведет На лесочную клетку Давайте проверим Мы вообще можем Туда проходить Вообще можем На чердак Ну там не факт Что дверь открыта В праздный зал Можно будет спуститься Но подождите Я хочу вначале Закончить с этим этажом Проверить Что мы здесь еще можем Туда мы не пройдем Так Но можем С той стороны Бенье Презент Что такое бенье Это печенька Или что это Бенье Великая депрессия Бенье И крысиный яд Я не знаю Что такое бенье Похоже на квадратную печеньку Так Так А это мы в коридор Просто вышли Ну как раз В принципе Нормально Глобус с головоломкой Вы посмотрите Глобус с головоломкой Интересно Вот это интересно Надо не забыть будет Так Мы в гостиной Там туалет Комната Кассандры Комната Грейс Давайте начнем С комнаты Грейс Грейс Это если я не ошибаюсь Да это маленькая девочка Кстати ребята Детская Почему ее вид Мне так знаком Не знаю Только вот Узнал я Что оказывается Есть к этой игре Пролог В прологе По-моему Мы как раз Играем За вот эту Грейс Но так как раньше Я о нем не знал Я думаю После прохождения игры Возможно Пробежимся по прологу Он наверное Коротенький Посмотрим Что там Небольшая просьба Не переживай Грейс Ступай Играй в свою игру Кричи И реви с остальными Я не против Будет еще много маскарадов Но я буду очень признателен Если ты закончишь Мою маску для праздника С любовью Рут Что-то с маской связано Даже так Не шевелись И все А если еще раз А это можно подобрать В итоге Хорошо что я вернулся Когда становится хуже Вот что такое Запретное знание Я хотел бы собрать Какую-нибудь Серию Презентов С запретным Знанием Чтобы понять Что это вообще такое Скрытое воспоминание На чердаке Тоже любопытно Конечно же Тайная цель Тоже любопытно Что-то вот Так Ну тут мы ничего Пока что не можем Там туалет Давайте сначала В туалет сходим Ну немножко здесь Прибраться Конечно не помешало бы Фу Здесь воду Обще сливают Или здесь Один раз При постройке здания Налили воду И теперь Будут вечно Ее использовать Здесь 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 Стоп А нет, это дверь Здесь мы ничего не можем сделать вообще Может быть потом Ну ладно А вот и Грейс Что это у тебя? Рисуешь что-то? Да ничего такого, мне просто скучно Откуда я тебя знаю? Я вспомню, мистер Карби Откуда? Руки прочь Кассандре это не понравится Совсем не понравится Ты знаешь, где она? Не хочу об этом говорить Грустно мне от этого И она вернется после Рождества Иоанна Крестителя Ты думаешь? Ага Все на листе, мистер Карби И многие спящих в прахе земли пробудятся Одни для вечной жизни Другие на вечное поругание и пострадание Как скажешь Ну мне пора, если вы не против Не хочу оставаться слишком долго на одном месте Не то меня найдет мистер Маккарфи Погоди Погоди, он тебя обижает? Не каждого нужно спасать, мистер Карби Пора бы вам это понять Подсказка в ваше лекарство Мисс Баригар, сегодня я забрал ваше лекарство с почты Вы понимаете, что для вашей же безопасности Его должны выдавать санитары Я оставил коробку в комнате Лотти Уверен, она скоро зайдет к вам, мистер Уэйтс Мась Маргрейва Одно из лекарств выписано в писательнице Кассандре Баригар Во флаконе содержится мась для снятия боли Продаваемая как четвертая версия популярного рецепта Компании Так вот, куда исчезла Кассандра Баригара Я-то думал, что она скончалась много лет назад Опять эта гниль, словно она направляет меня куда-то Вот только куда Если я соберу весь набор бутылочек Вероятно, смогу понять, на что гниль пытается мне намекнуть Вот я только хотел сказать, что Возможно, придется, как мы там делали с картинками Здесь из бутылочек тоже выставлять Нет, ну думаю, что у меня есть все, что нужно Да, еще одна бутылочка в комнате Лотти Мы там были, но там заперт шкафчик Я, правда, не помню А что там нужно? То ли ключ, то ли кодовый замок Совсем не помню Там даже не шкафчик, а коробка, по-моему Еще один странный замок Да, нам нужно три цифры Чтобы его открыть Вот три цифры мы по бутылочкам, видимо, поймем И тогда сможем открыть этот замок Нужна еще одна бутылочка нам А мы в комнате Кассандры Так, комната Лотти Что мы еще можем сделать? Либо попытаться спуститься по лестничной клетке В парадный зал Там посмотреть, открыто что-то или нет Либо на чердак сходить Давайте сходим на чердак Очень много у нас Целей, что нужно сделать Очень много Нужно все держать в голове И туда сходить, и туда И там сделать, и там сделать И о том, не забыть, и о том не забыть Как будем где-нибудь неподалеку от комнаты Лотти Надо будет заглянуть, вспомнить, что там нужно вообще Вот здесь нужно аккуратно То можно и упасть Что? Вы слышали эти звуки? Там как будто кто-то бегал Может даже упал? Ну мы туда попасть не можем Вообще даже попытаться не можем открыть Так, что если еще ниже? Лазарет еще там Мы, кстати, тоже вообще ни разу не были Ключ от коробки для лекарства Вот ключ Теперь мы можем к Лотти пойти Отлично В комнату Лотти Обеденный зал Там задвижка И мы сможем выйти туда Давайте посмотрим еще здесь Здесь пока что заперто просто Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Что тут? Шприц-презент Мы собрали коллекцию Великая депрессия Запретное знание Отображение текста бонуса за комплект А ну-ка Когда мир вступил в новое десятилетие Америка попала в водоворот долгов Засухи и смерти Это время называлось Великой депрессией И оно разрушило многие семьи Имя для времени было подходящим Ибо отчаявшаяся бедность Порождает безумие Джереми, конечно, не был подобной жертвой Ведь он уже ощутил тьму изнутри Он был хорошо знаком с тенью, стоявшую у его порога А ничего нового Лишь то, что всегда было рядом Что и все? Вот это и есть запретное знание Но я думал, что хотя бы что-то большое На несколько страниц будет Интересное почитать Вот это все, вот этот абзац Не, ну так обидно прям Вот это и есть запретное знание Урок истории Один абзац Почитать Я-то думал тут прям Ух, сейчас хорошенько, интересного Чего-то почитаем Такого запретного прям А тут Один абзац Из учебника истории Так, тут задвижка Все у меня, теперь мы можем отсюда выходить А вот там что у нас? Об обыденности зла Почивает там нравственность И суровая непочтительность Беспечные мысли освещены безразличием Но и зверя виние, коим был ли когда-то Говорит, о котором наука столь часто И ни злых нечистивцев, что грехами полны Ведь вы сами стоите И ухмылки видны Отбрось все свои намерения благие На них мы воздвигнем обет и гордыня Уединение без солнца За пагубным светом не следуй Пророки уверенности ничего сами не ведают Так услыши меня Мы отмечены все Потому и должны быть одни в темноте Но ракит Может это к чему-то подсказка Страничка 31 Но пока что нам это ничего не дает Так, а теперь нам, чтобы к лотте попасть Нужно как раз таки Надо вот сюда вот А вот она Вот эта шкатулочка Постилки доктора Дженкинса Одно из лекарств Выписанных писательнице Кассандре Боригаро Во флаконе содержатся таблетки от боли в горле С двумя жизненно важными витаминами в составе Все, показалось, что еще там можно что-то взять Нет Ну по идее, тогда мы сейчас поднимаемся обратно Кстати, там нужно через мезонин пройти И открыть задвижку в коридорчике Вlleшься, да? Сюда мы пока что не пройдем Понятно, будем иметь в виду Если я попытаюсь спрыгнуть Если попытаюсь спрыгнуть, не получится Невидимая стена Презент, Свердали Бродяги Тоже запретное знание Так, стоп Сейчас мы, получается, где? Туда мы в коридор выйдем А нам нужно Я хочу туда, чтобы задвижку Там еще убрать одну Или нет, задвижку с другой стороны нужно убирать, да? Да, как раз таки с другой стороны я перепутал Отлично Так, а в этом коридоре мы все смотрели? Я что-то не помню Тут, в принципе, ничего больше и нету Так, в комнату Кассандры Это через галерею Детектив, смотри, не умри Ты сейчас задохнешься прямо А вот, теперь решаем головоломку Так, а вращ... А, еще можно вращать, да? Огниль прилила форму змеи Наверняка я отыщу тут что-то важное Может, все это как-то связано С номерками на этикетках? Да-да-да Здесь есть цифры Смотрите, два Пять На третьей нету На четвертой семь Два Пять Семь Запоминаем цифры Два Пять Семь И нам теперь нужно Так, вот это нам нужно Два Пять Семь Два Пять Семь Так Запоминаю Два Пять Семь Вот Разбитая пластина Ключевой предмет Фрагмент более крупной Декоративной пластины Светлый Как будто деревянный Это нужно в подвал Это мы уже знаем Куда Так Куда Быстрее всего В подвал-то Попасть Через лестницу Для прислуги Да Ну да Это мы Выходим туда Направо Вроде как Немножко Начинаю понимать Планировку Уже местную Но Все равно Путаюсь Стоп Вот сюда Вот так Ну а теперь нам нужно Картинку здесь Вспомнить Так Это мы идем Где у нас Где у нас Где у нас А вот блокнот С записями Ну в общем По сути Получается Поле Церковь Сверху Солнце Четыре луча Вот как-то так Нужно собирать А еще и вращать Так По лучам Можно попробовать еще Вот так 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 Хорошо Хорошо Так 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 Вот это там будет у нас Вот это будет вот так Это вроде правильно, правильно Нижние два ряда Так Что-то тут еще не совпадает Что-то не совпадает Пытаюсь понять, что Вот оно Цифры, но теперь нам еще цифры нужны А цифры, подождите Цифры должны быть где-то на котле спрятаны Три цифры Три цифры Ну вот в принципе и они, да Так, если с большого к меньшему Значит 9, 7, 5 9, 7, 5 Готово Черное стекло показывает еще одну комнату Что должно быть в путь В следующее воспоминание Джереми Напоминает винный погреб Или вот здесь А нет, напоминает винный погреб А ну пойдем, значит мы в винный погреб Не понял, подождите Где мы находимся Подождите Мы уже переместились Или что? Твою дивизию Мы уже переместились Я пытаюсь понять, что такое Почему тут гробы в стенах Мы уже переместились В воспоминания А вот оно что Ой-ой-ой Что-то было Растение Какое-то Перепугался Ёлки-палки Мы как будто в крипте Так и знал Так и знал Что все сработает Ты неплохо справляешься К армии Может на этот раз Даже слишком хорошо Патроны Это просто вот Обязательно надо Целый один Дали патрон Даже на одного Противника Не хватит Это птицы Это просто вороны По звуку я подумал Что кто-то из земли Может вылез Кто его знает Чего здесь ожидать Можно бросить Наверняка появится Тот в кого Что за звуки Нам наверно Туда влево Нужно Вот Чтоб пройти Дальше Хочу тут Осмотреться Семейный склеп Хартвуда В виде морода Эмили имеет Куда более Глубокие корни В доме Орле А не чем мне казалось А я то думал Что они янки Вроде меня Кто поджигал Все свечи Хартвуд что ли Хартвуд что ли Хартвуд что ли Хартвуд что ли Благословение Благословение Это у нас ключевой предмет Его куда-то вставить Нужна пасторальная эмаль Украшенная забытой Аллегорией Что тут у нас Наверное вот сюда Мы это вставим И откроется дверь Да А ну-ка давайте Мы тогда посмотрим Сначала Что у нас здесь Чтобы не пропустить Ничего интересного Что-то тут Все равно Еще можно дальше топать Стоп-стоп-стоп Никого нет Вроде бы Патроны для дробовика Ну пусть будут Но пока тратить их не будем Будем держать Может на какого-то Особо сильного противника Фу Ну что Кипалки Фу Какая бяка Промазал Один патрон Потратил в пустую Твою дивизию Можно было подбежать Наверное камень В него бросить Но я не думаю Что камень нанесет Поэтому много урона Так, ну все Здесь больше ничего А, вращать надо Готово Это что у нас Кувалда Не не хочу Мне больше нравится Топор Я тебя Слышу Да стой ты А, игра Помоги мне Нацелиться На него Я ж на геймпаде Игра Я не могу Целиться Так как на мышке Ёлки-палки Кучу патронов Четыре патрона Выпустил Вообще В воздух Потому что Игра не помогает Вообще Прицелиться Я ж на геймпаде Я не могу Четко нацелиться А он С разбросом В метр Примерно Вот могу Навестись Только Ёлки-палки У нас осталось Девять патронов А потом Я не знаю Что Ну еще Правда Дробовик Конечно Есть Но Он тоже Закончится И что потом А здесь Как будто Смотрите Три нужно Диска Может нам Нужно еще Два найти И тогда Мы сможем Туда поставить Так А давайте По левой стороне Вот так Пойдем сюда Твою дивизию Вороны Пугают Стоп О Потрошечки Потрошки Спасения Я по-моему Слышу Кого-то Не могу Понять Где Что там Лечилка Берем Еще Три Потрошки Ладно Пока что Живем Ой-ой-ой-ой Там еще Смотрите Ёлки Может нужно Как-то незаметно Пробраться Мне куда надо Вправо Надо Или не надо Черт его знает Да вряд ли Получится Да твою дивизию Еще Встал один Он меня Уже Еще Повезло Повезло В этот раз Не промахнулся Тут как-то странно Издалека Вроде игра Немного помогает В них прицелиться Но потом Они начинают Двигаться И все И я уже Должен Самостоятельно Как-то Наводиться То есть Толку От этого От этой помощи Никакого На самом деле Никакого Ой Я тут не ускориться Не могу Ничего Даже присесть Не могу Так что Да Скрытно Я не смог бы Здесь пройти Никак Красца Спасибо Я знаю Как красца Я тут всех убил Уже Какой красца Мне уже Красца Смысла нет Нет С кого-то Слышу Не всех Убил А Смотрите Спящий Лопата Лопату Не хочу Давайте Подождите Сначала Я пройду Тут Посмотрю Я не уверен Что я понимаю Куда мне вообще Надо Поэтому Похожу Поброжу Тут А может быть Найду что-то Интересное Вот Мне наверное Туда Надо Так Ну подождите Тогда Я хочу Обойти Вначале Здесь Может быть Найду Что-то Хотя Патроны К примеру Да что Здесь Вообще Ничего Нет Что-ли Что-то Есть Слева Да нет То Лопата Вот Что-то Есть Патроны Ну В принципе Ради Восьми Патронов Да Оно Того Стоило Стоп 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 Еще Что-то Еще Патроны Ой Прелесть Это какая Ой Какая Прелесть Живем Хорошо Жизнь Продолжается Что-то Тут Больше не Влазят Ну Одну Взяли Штучку Уже Что-то В этом В этом воспоминании Мы тоже Наверное Какого-то Персонажа Встретим В первом Воспоминании Мы с вами Батисту Встречали Во втором Хотя Стоит Стоит ли Мне Сюда Топать Черт Узнает Ну я Жутко Любопытный Просто Просто Я себя Не прощу Если Не схожу Сюда Не посмотрю Что здесь Я потом Спать Ночью Не смогу Что В гробу Порылись Ничего Не нашли Слышу Кого-то Он Ходящий Черт Может Туда Бросит Наверное Камень Его Обойти Но Я и там Хотел бы Посмотреть Да нет Надо его Убирать Тем более Он меня заметил Уже Так что Все Тем более Мне все равно Нужно Диск взять Так что Сюда Подойти Тоже Нужно Да Чко Еще Кто-то Есть А он Заперт Твою Дивизу Но он Не выберется Зато мы Можем Хотя бы Осмотреть Что это Такое Жуть Какая-то Какой-то Жутик Что там Кувалда Не хочу Стоп Может Мне нужно Обратно Вернуться Или Черт Там Можно было Может быть Осмотреть Еще что-то Мне Видимо Сюда В итоге И Нужно Подождите Тогда Я Вначале Схожу Туда Осмотрюсь Там Получше Там Патроны По пути Были Я Еще Возьму Так Шесть Выстрелов По-моему Я не Промахивался По-моему Шесть Выстрелов Как раз Таки Все У У тебя Отван Нужно Только Промахнулся Черт Ёлки-палки Ну Надеюсь Не зря Мы потратили Все эти Патроны Так Я вообще Пришел Откуда Я пришел Оттуда Если я Не ошибаюсь Пошел По левой Своей стороне Оружие Че Крестом Можно Махать Что ли Дайте мне Топор Использовать Его все равно Не буду Но приятно При себе Иметь топор Патроны Так Так А нам Подождите Черт Узна Откуда Нам Выключи Свет Пока Что Присядь Ничего Не вижу Но слышу Что кто-то Здесь Есть Хочу Его Увидеть Раньше Чем Он увидит Меня Стоп Подождите Это же мы как раз Вот так Вот и Тьфу ты Это же та же самая Крипта Да Здравствуйте Приехали Тогда нам А куда нам Тогда Вот сюда Отсюда Только что Вырвался Горящий Ну да Определенно Сюда Что такое Ты воды Испугался Ты лучше Бойся того Что может Скрываться Под поверхностью Воды А я вот Почему-то Сразу Вспоминаю Амнезию Так Два диска У нас Есть Да Нам Третий Не нужен Так Переместить Отметку Стопа Вращать Как-то Можно А Вращать Вот А Если следующий раз появится такой же горячий, мы уже знаем, что на него нужно много патронов, поэтому лучше ружьё возьмём. Ой, жесть, какая... Тут тупик, но я надеялся, что может быть презент какой-то найдётся, что ли? Нет, вообще ничего. Ой! Ой! Ой, там ещё сзади! Слишком много, надо выбираться отсюда, я понял. Бежим! Куда? А бежим! Да беги, что ли! Всё? Всё? Ёлки-палки! Ну, я думаю, там ничего нельзя было найти, потому что на такой скорости бежишь и собрать что-то заметить было бы невозможно. Думаю, ничего не пропустил. А здесь уже осмотримся. Я уже, по-моему, говорил, но вот ещё подчеркну. Игра, хоть и хоррор, но она не страшная. Она жутковатая и мрачная, но не страшная, потому что сурвайвл, и обычно они не страшные. Когда ты в основном всю игру тревожишься о том, чтобы просто, ой, патрон бы сохранить, как-то некогда бояться вообще. Думаешь только о том, чтобы как бы только не потратить патрон, как бы только не сломать топор, ещё что-то. бояться просто некогда в таких играх. Третий диск. Поэтому сурвайвл, они обычно не особо страшные. У нас есть три диска, теперь мы можем войти вот в эту церквушку, да? Или что бы это ни было. Вала, небесам это уже позади, да? Ты думаешь, что ты уверен? Так, стоп, а мы, где мы тут были? Я не очень помню. Ой, твою дивизию! Вот эти птицы меня напугали больше, чем монстры. Вот реально, вот эти вот тревороны меня напугали больше, чем все монстры в игре. Стоп, я тут не был. Хочу осмотреться, вдруг найду какой-нибудь презент. Нет, спасибо, конечно, за кирпич, но лучше бы мне какой-нибудь презент. А может быть, я тут был? Чёрт его знает. Не нравится мне это. Нет, я здесь не был. Подождите, здесь кто-то лежит. Видимо, тарелку с борщом перевернул он красную. И решил полежать на борще. Давайте по левой стороне вот так ещё обойдём, посмотрим. Вот отсюда вот мы пришли, получается, к этой двери. Ну-ка. Вот туда вот мы пошли, значит, нам туда не надо. А вот здесь мы не были. Ку-ку, накакал в муку. Не пойду я к тебе туда, я там уже был. Ведь правда ж был? Я ведь не перепутал? А вот отсюда только что я вылез. Всё понятно, вопрос решён. Так, три диска. Нет, стоп, нам нужно тогда сделать не так. Нет, нужно тогда не так сделать. Наверное, птица должна быть где-то... Вот так. Как-то так, может быть, нет? Нет. А в каком порядке-то их ставить, а? Вот так вот. Этот, стоп, вот так. Да, вот. Чуть-чуть я неровно их выставил. То есть правильно примерно понял систему, но не очень ровно их выставил. Пожалуйста, не трогайте её. Джереми, что вы здесь делаете? Все вас ищут. Я знаю, вокруг царит хаос. Никто не понимает. Я просто пытаюсь держать зло в узде. Ещё хотя бы ненадолго. Вам следует вернуться со мной. Ваша племянница ждёт нас с Дерсета. Эмили? Но зачем она? Моё письмо. О, я делаю всё только хуже. Что происходит, Джереми? Как всё это вообще возможно? Я, я дал слово кому-то ужасному. Тёмный человек. Кто он? Нет, нет, нет. Не произносите его имя. Он слышит. Он всегда слушает. Джереми, я хочу понять, что происходит. Я пообещал ему всё. Когда взойдёт солнце, я останусь прикован цепями в его засыпанном пустынном храме навечно. Но хотя бы зло, что пробуждается в Дерсета, не причинит вреда никому за пределами этого проклятого места. Джереми, вы бредите. Я хочу вам помочь. Вы не можете ничего сделать. А что насчёт Тореллы? Зачем вы хотели отправиться туда? Я не могу. Мне нельзя. Но вы хотели. Я могу попасть туда. Скажите, там я сумею разорвать пакт, забрать данное вам из слова. Есть там что-то, что поможет? Зачем вы вселяете в меня надежду? Это жестоко. Хорошо, значит, мы на верном пути. И что же мне... Берегитесь! Сзади! Бегите! Не дайте ему забрать вас! Ай. Письмо упало какое-то. И появилась, смотрите, девушка на кровати. Мы же в этой комнате были. Это по Розе, по-моему, комната, да? Или... Если я не перепутал... Моё всё. В последнее время я повидал столько странного. Воспоминания становятся реальностью, а потом угасают, будто уставшие нити стеклянной колбы. Пейзажи снов, что упали со звёзд, утонули в море. Двери, что ведут в никуда и одновременно повсюду. Все эти размышления навевают мысли о том, что вы каким-то образом нашли непонятный мне способ остаться в живых. Так же, как я научился ориентироваться с помощью своего талисмана, ваше обширенное познание, возможно, показали вам способ. Способ снова найти меня. Может быть, в Тарайле. С любовью, Джереми. И так же ещё ключ от багажа в его комнате. Получено достижение, нашлась потеря. Ключ от его сундука. Нужно... Нужно не забыть, будет это сделать. Мертва. Неважно, как именно. Она умерла, вид у неё умиротворённый. Это же мы в комнате... Тело Пейрози выглядело невредимым. Карнби не мог понять, как именно она умерла и почему это не слишком огорчило обитателей Дерсета. Это именно Пейрози. Я же хотел открыть карту, а вместо этого всё равно насильно мне впихнули послушать про неё. Да, это Пейрози. Нам нужно в комнату Джереми Хартвуда, чтобы открыть его сундук. И там мы с вами что-то в итоге и найдём. Но знаете что, ребята, давайте здесь мы с вами уже на сегодня прервёмся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok